Здравствуйте! Как всегда, в это время в прямом эфире новости Одессы и региона. Меня зовут Татьяна Блайда. Начнем с оперативной информации. Лавочку прикрыли. Сотрудники погранслужбы совместно с Нацполицией Украины разоблачили наркокартель, которым руководили жители Одесской области. Группировка занималась производством и распространением запрещенных веществ в 13 регионах страны. Преступная организация сбывала в больших объемах марихуану, кокаин, метамфетамины, ЛСД и грибы. Было установлено, что выкрите наркогруппование – это иерархичная структура, которая имеет своего лидера, главных фигурантов и так называемых рядовых участников, которые с метою незаконного сбогачения используют также конспирацию и нараховывают более 80 людей, которые в большинстве родственников Одесской, Миколаевской и Кировоградской областей. Расследование началось после смерти одного из пограничников, употребляющего наркотики. Их поставлял именно этот картель. Наслед организации оперативники вышли в конце прошлого года. Организатором оказался 27-летний мужчина, а его правой рукой стал 23-летний парень. Контролировали финансы и параллельно работали операторами в интернет-магазинах их сожители. Товар производили в нарколабораториях в нескольких областях, а доставляли с помощью курьеров и почтой. После сотни обысков в разных городах и привлечения более тысячи сотрудников, правоохранители задержали участников картеля. Затримано на подставе вимог статті 208 КПК Украины майже 30 осіб-участників наркогрупований, серед яких лідер та головні фігуранти. Аналогічні дії тривають і по відношенню до інших учасників групи з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Головним слідчим управлінням затримано уже оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. На побережье курортной Санжейки, расположенной между Одессой и Черноморском, продолжается оползневий процес. Местное руководство надеється на финансову помощь областной и государственной власти. Напомню, почти километровий участок склона обвалился в Санжейке в начале октября. За прошедшие несколько месяцев местная власть не раз перекрывала подъездные пути к опасной зоне и устанавливала предупреждающие таблички. Но отдыхающие не просто игнорировали знаки, но и ломали их. К майским праздникам въезд на территорию, которая может окончательно рухнуть в море, снова ограничат. Картина, конечно, урожаючая. Море каждый год съедает прилично земли. Земля здесь непростая, курортная зона. Хотелось бы развивать это все, чтобы наш регион развивался. Нам и сельским советом в генеральном плане это идет как подбереговое укрепление, уже запланировано все. Все упирается, естественно, в финансы, инвесторов. Хотелось бы привлечь сюда, чтобы сделать нормальное береговое укрепление. Вы видите дома рядом, уже буквально 200-300 метров до ближайших домов. Отметим, что народный депутат Украины Сергей Кивалов ранее направил депутатский запрос премьер-министру и подал свои предложения к проекту закона о госбюджете Украины о необходимости выделения 420 миллионов гривен для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты. Вопрос берега укрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Вода текла по стенам и потолок частично обвалился. Эксперименты коммунальщиков с теплотрассой после отключения отопления привели к затоплению двух квартир на улице Пироговской. Последствия неудачных испытаний видел Дмитрий Богомолов. После прорыва теплотрассы на чердаке дома по улице Пироговской 7,9 вода стекала аж до первого этажа. По словам местных жителей, водопадом лилась вода и по стенам, и по стеклам, как настоящий дождь. Пострадало как минимум две квартиры на пятом и четвертом этаже. К моменту приезда нашей съемочной группы ЖЭК никак не отреагировал. Трубу отопления прорвало во вторник утром. На второй день после отключения города от тепла люди вычерпали воду ведрами и их белотоком. Учитывая, что в квартире на пятом этаже живет инвалид, паника охватила всю парадную. Все плавает, телефон плавает. Я выпишу на лун в таком состоянии. Мне соседи принесли какие-то простыни. Нам постучался сосед. Он плакал, кричал, бегал еле-еле. Мы посмотрели, у них там просто с потолка водопадом течет все. Вот. Мы запустили соседа, начали его успокаивать, накрывать полотенцами, пытались позвонить его жене. Вот. Вода текла просто водопадом. Пришел сосед снизу. Вот. Попросил. Мы как-то вскрыли этот чердак. Зломали, потому что ключа тоже не было. Вот. Он замотал тряпками трубу, чтобы не сильно так текло, чтобы не водопадом прямо просто как-то стекало. Роздався стукит у дверей. Я вышел, никого не было. Я бачил, что ливень идет просто по парадней. Я передягся в то, что не шкода. Вибег. Побег спочатку в ЖЭК. В ЖЭК искала, что уже жінка прибегала. Они уже куда-то позвонили. Все будет хорошо. Прибег назад. Ничего там, никаких майстров не приходит. Само это как-то, ну там, звонимо в разных инстанциях. И думаем, как делать. Соседи вскрыли это грязь. Замотали трубу. Простерадлом. Но только через некоторый час, как я понимаю, оно уже почти все вытекло. Тогда оно уже само перестало идти. Люди сразу обратились в ЖЭКС. Но, несмотря на оперативность жителей, сантехник не спешил. Пришел почти через час. К тому времени пострадавшие уже сами устранили течь. В одной из квартир обвалился потолок прямо над спальным местом. Вещи буквально плавали в луже. Я, когда зашла, на меня лился дождь. Просто буквально дождь, как из решета. В какую комнату не зайдешь, все равно льется дождь. Значит, я тут же подключилась, стала, ну, как можно выгрести воду. Значит, там она, получается, выше щеколотки там даже уже почти до колена доходила. Ванна была забита, потому что с антресоли. Там вода лилась с глиной вместе. Когда она высохла на полу, слой глины. Значит, в другой комнате, где мы спим, стоит диван. Значит, ночью обвалился кусок потолка. Хорошо, что там, значит, у нас лежали ноги. Не голова, а ноги. А то можно было бы тебя убить. В ЖЭКе сообщили, что этот участок теплотрассы ранее ремонтировали. Прорыв образовался, скорее всего, на стыке со старой трубой. Также коммунальщики объяснили, что авария связана с так называемыми испытаниями. Проводились гидравлические испытания котельной. Наши задвижки все были закрыты на дома. Получается сильное давление и вот такое произошло. Придерживались ли всех норм, когда проводили эти испытания? Ну, испытания не мы проводили, проводила котельная. Проводила котельная. Мы со своей стороны позакрывали запорную арматуру, которая была в наших домах. Этот участок трубы заменен. И жители это все видели, что там новая труба. Вот учитывая, что там был ремонт и заменили этот участок трубы. Прорвало на стыке старой трубы и новой. Тем не менее, людям пообещали помочь ремонтам квартиры. По восстановлению квартир этих людей? Да, мы общались, мы общались и с верхней квартирой, которая больше всего пострадала, 90-й, кажется, номер. Пообщались, нашли общий язык с жителями и будем там, покажем им посильную помощь. Под словами местных жителей, теплотрасса в этом месте прорывает впервые. Ранее была течь канализационной трубы, но некоторые квартиры до сих пор не восстановили. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер». И губернатор попрощался, но ненадолго. В свой последний рабочий день в должности главы области Максим Степанов записал видеообращение и разместил его на своей странице в Фейсбук. Степанов поблагодарил всех за поддержку и пообещал, что скоро даст о себе знать. Напомню, вчера Кабмин отправил председателя Одесской обл. администрации в отставку по представлению президента. Чиновник работал в нашем регионе с января 2017 года. Я хотів би подякувати всім безвиключення Одесситам. Я хотів би подякувати всім безвиключення мешканцям всієї нашої чарівної Одесскої області. Хочу сказати великі спасибі за те, що вірили, за те, що сумнівались. За те, що надавали кредит довіри, за те, що критикували. Нас було дуже багато цікавого за ці майже 2,5 роки. Це, мабуть, найшчастливіші дні в моєму житті. І я впевнений, що ми скоро знову зустрінемось. Дякую. КП «Теплоснабження» города Одеса офіціально заявляє о прекращенні подачі горячої води. Причинам реальний спрос на услугу составляет от 2 до 5%, тоді как нормативний показатель – 10%. Возобновити подачу горячої води можна буде только после того, як появиться схема общего теплоснабження города, поясняють коммунальщики. Проект решення одобрила профільна депутатська комісія гурсовета і вимісла на ближайший исполком. Депутати рекомендовали предприятию обновити перечень льготників, у которых нет альтернативи, і поможуть таким абонентам перейти на бойлерний или иной подогрев воды. Несмотря на опасения некоторых одесситів, вода в городских бюветах отвечает гигиеническим нормам. Це стало известно благодаря микробиологическому исследованию, которое провел Научно-исследовательський інститут медицины транспорта. По результатам анализа, воду з всех 15 бюветних комплексів Одеси пить можна. Правда, многие горожане набирають воду не потому, что она чистая, а потому, что бесплатна. Я можу налить бутылочку, ребенок пьет. Ну, в магазине она, наверное, тоже хорошая вода, но там надо платить, это раз. А здесь она бесплатна. Малиновский райсуд признал экс-директора КПМ «Городские дороги» Алексея Шатилова виновным служебной халатности и повлекшей тяжкие последствия. По результатам тендера в 17-18 годах чиновник инициировал закупку дистоплива и бензина. Впоследствии он заключил дополнительные договоры о повышении цены на закупку в связи с якобы колебаниями цен на рынке. Таким образом, за бюджетные деньги Шатилов приобрел товар, цена на который значительно превышала начальную. Его действия нанесли ущерб местному бюджету на более чем полтора миллиона гривен. Чиновника уволили 1 марта в связи с уголовным производством. В рамках уголовного производства суд удовлетворил иск Горсовета о взыскании из директора КП причиненного ущерба. Сейчас в местный бюджет поступило уже 500 тысяч гривен, это треть всей суммы. Обвинитель по делу 2 мая прокурор Владимир Дудкевич в ближайший месяц проведет под круглосуточным домашним арестом. Такую меру пресечения подозреваемому избрали в Киевском райсуде Одессы. Также Дудкевич не должен контактировать со свидетелями по делу и по требованию обязан явиться к правоохранителям. Прокуратура настаивала на содержании Владимира Дудкевича под стражей. Защита, в свою очередь, просила отпустить подозреваемого под личное обязательство. Суд исследовал все доказательства, достаточно внимательно их изучил. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это было просто личное обязательство. Но я думаю, что суд выбрал компромиссный вариант. У органа прокуратуры будет еще месяц в пределах срока досудебного расследования выяснить все-таки обоснованное подозрение в отношении Дудкевича и обоснованное ли подозрение именно по этой статье. Кроме того, во вторник по представлению прокуратуры суд отстранил Владимира Дудкевича от должности. Избрать прокурору меру пресечения пытались несколько раз в течение месяца. Одного из обвинителей по делу 2 мая подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, прокурор получил доступ к документам на квартиру, хозяйка которой умерла, а наследников у нее не было. Помещение должно было перейти в собственность горсовета, но Дудкевич якобы организовал продажу имущества через подставных лиц. Прокуратуре сообщили, что ущерб превысил 800 тысяч гривен. Уникальное собрание египетских артефактов Одесского археологического музея, история которых насчитывает несколько тысяч лет, могут исчезнуть. Сотрудники учреждения бьют тревогу. В музее нет условий для сохранности экспонатов, а решать эту проблему никто не спешит, сетуют ученые. Под угрозой оказались весьма ценные экземпляры коллекции – египетские мумии. О текущем положении дел и о том, что требуется для спасения редкого собрания музея, знает мой коллега Юлиан Аксенов. В Одесском археологическом музее есть поистине уникальная выставка. Это единственная в Украине египетская коллекция. И помимо экспонатов, повествующих о культуре, быте, ремеслах древних египтян, здесь есть всемирно известные мумии. Однако, по утверждению специалистов, эти ценные артефакты, которым не менее трех тысяч лет, сейчас находятся под угрозой уничтожения. Древние украшения, папирусы, орудия труда и древнейший ткацкий станок, которым пользовались еще строители египетских пирамид. Это лишь малая часть из более 500 предметов уникального собрания археологического музея. Но, безусловно, самые популярные среди посетителей экспонаты – мумии и саркофаги. Вот только хранить их с каждым годом становится все сложнее, признаются сотрудники. Прежде всего, не герметичные витрины, не соблюдается климата, влажность, температура абсолютно не соблюдается. Мы живем, наша визитная коллекция живет в духе климата Украины. Переживает все атмосферные осадки, все, чего не должно быть. В идеале, каждая витрина этой коллекции должна быть абсолютно герметична, а внутри – постоянный климат. Только тогда за сохранность экспонатов можно не беспокоиться, объясняет ученый. Витрины здесь видоизменялись на протяжении чуть ли не века. Сегодняшняя версия – металл и стекло с щелями между стенок – задумывалась как временная мера. Но, увы, сработала известная поговорка про постоянство временного. Артефакты приходят в негодность. Эта мумия Таанухатамен, она подвержена влиянию каких-то бактерий и сохшиеся мускулы тела, которые сохранились, к сожалению, осыпаются. Она в ужасном состоянии, почему нам пришлось ее закрыть. Мы ее экспонировали открытой, вот, а теперь ее закрыли. Сейчас из четырех человеческих мумий музей может экспонировать только одну. Остальные, как выражаются ученые, заболели. Здесь также есть мумии священных для древних египтян животных – крокодила и птицы ибис. Опасения вызывает и лучший саркофаг коллекции, в котором была погребена жена жреца Шашонка. Его роспись постепенно осыпается. Египетские реставраторы музею помогают, но все же рекомендуют установить герметичные саркофаги. А вот непосвященным в эти детали посетителям коллекция нравится, особенно детям. Очень интересно. Просто надо за этим в Египет ехать, а тут можно посмотреть на глаза. И стародавние фетомумии. А так можно посмотреть живые на этом веке. Почему сегодня решили именно археологический музей посетить? Ну, достопримечательностей здесь. Надо же как-то развиваться потихоньку. Ребенка, да? Развивать. А так нормально, в принципе, можно посмотреть. Ей вообще неинтересно было, когда до этого музея, получается, как только зашла, все, замерло. Да? Да. Скелеты, мумии, телепанки. Да, я и был такой. Пока сотрудники спасают коллекцию как могут, плотно сдвигают жалюзи от яркого солнца, закупоривают окна от выхлопных газов авто, напримыкающих к зданию парковки, и надеются, что в высоких кабинетах власти найдутся деньги на спасение единственной в Украине египетской коллекции. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Вместе с первым весенним солнцем просыпаются и паразиты. Клещи начинают атаковать жителей региона. Пока горожане ходят на пикник и гуляют в парках, медики ждут наплыв пациентов, укушенных опасными паукообразными. По словам специалистов, укус клеща может привести даже к летальному исходу. Вредители могут переносить болезнь лайма, поэтому советуют придерживаться некоторых правил. Надо в первую очередь надевать одежду с длинным рукавом, с штанинами, то есть для того, чтобы прикрыть участки кожи. Клещ ближе к паукам, и они передвигаются по травинкам, по листкам, и человек, идя по парку, может просто поймать, скажем так, этого клеща. Самое главное, что нужно делать, это постоянно проводить осмотр. Особенно если мы вышли гулять с нашими детьми, то надо постоянно осматривать ребенка, не реже, чем раз в два часа, надо посмотреть его волосы, надо посмотреть за ушами, обязательно об этом забывают родители, шею, подмышки, паховую область, пупок. Врачи также советуют использовать специальные средства, которые отпугивают насекомых и паукообразных. Как только вы увидели клеща на теле, необходимо срочно обратиться к специалисту. Если такой возможности нет, снять его можно и самостоятельно. И в походных условиях нужно иметь с собой в аптечке инструмент, это как минимум пинцет, или есть специальные инструменты, которые продаются в интернете, которым этого клеща можно зацепить. Существует миф, что клеща можно полить маслом, он задыхается, отпадает. Это стопроцентный миф, потому что клещ достаточно длительное время может находиться без воздуха. Поэтому, да, действительно масло используется, но только для той причины, чтобы легче его было удалить. Палили маслом или кремом, и потом при помощи пинцета или специального устройства выкручиваем этого клеща, как выкручивается шуруп. Пик активности этих маленьких, но опасных паукообразных прогнозируют на Пасху и период майских праздников. Что лежит на дне моря? Можественные крышки, разбитые бутылки, ржавая арматура и даже рельсы. Одесская спасательная водолазная служба сегодня с самого утра приступила к очистке акватории Одесского залива в рамках подготовки к купальному сезону. Золото и бриллианты не нашли, но кое-что любопытное все-таки увидели. Нарина Щеглова раскроет интригу. Одесские спасатели начали активную подготовку к пляжному сезону. Ведь за зиму у побережья Одессы скапливается куча мусора, стекла и других предметов, опасных для отдыхающих. Спасателям уже удалось очистить и обследовать около 45% побережья Одесских пляжей. Сегодня же исследует акваторию моря водолаз Александр Дмитриев. Мужчина любит море, но особенно ему нравится искать на дне необычные предметы. Он работает водолазом около пяти лет. Когда ныряет, холода, говорит, совсем не чувствует. У нас хорошее снаряжение, костюмы сухого актива получается. Внутрь вода полностью не попадает. Я одет так же, как и вы, но у меня штаны, теплый свитер. То есть в воде достаточно тепло. Сейчас вода градусов 6-7, то есть можно несколько часов работать без проблем. За свою практику Александр чего только не находил. Любит понырять не только в зоне для купания горожан, но и за волнорезом. Самые интересные находки хранит на базе спасательно-водолазной службы. На пляже мы, я думаю, самое интересное, нашли противотанковый ёж в том году на Лузановке. То есть там кусочек торчал, мы пришли, начали размывать. Думали, что рельсы, а оказался ёж. Якорец ещё я достал года два назад на 16-й. Сегодня же улов небогатый, но несмотря на это предметы на крючок попались крайне опасные. Вот что удалось поймать Александру после первого ныряния на 10-й станции фонтана. Представляете, вот эта вещь, она постоит, прогниёт под водой. Она становится как лезвие, как брифа. То есть человек, мало того, что у него ранение, ещё и плюс заражение получается. То есть если вовремя не оказать помощь медицинскую, то вплоть до ампутации. Это куски, я так понимаю, какой-то конструкции было. За зимний сезон разбило, смыло и раскидало. Ну вот, очень вот это вот, реально это опасная вещь. Она будет лежать в песке. Человек может пройти, зацепиться, загнать. Вот для того, что вот так вот люди загоняют по сантиметру два-три в ногу. Водолазы уже очистили побережье Суворовского района и теперь приступили к Киевскому. В основном находят стеклянные бутылки из-под пива и жестяные банки. Это дело рукодыхающих, которые выбрасывают мусор прямо в море. Попадаются и покрышки, арматура и прочие железные предметы. Наиболее щедрым на опасной находке считается пляж Лузановка. Серьезные вещи мы отметили на карте. Это был пляж Лузановка. Там ушло сильно много песка. И поэтому, когда мы закончим здесь, мы приступим вынимать там достаточно длинные вещи. Там рейсы нашли, куски бетона с арматурой. Спасатели прочесывают акваторию только в зоне купания отдыхающих. 30-50 метров от уреза воды. Помогают водолазам специальные приспособления. Весь процесс очистки морского дна они разделяют на три этапа. При обследовании пляжей используется водолазное снаряжение открытого цикла. Вот в данном случае вот это крыло, баллон, регулятор. И два года назад горсовет сделал нам подарок. Эта штука называется подводный буксировщик. При помощи подводного буксировщика водолазы в разы увеличивают прохождение подводных участков под водой. Что ускоряет процесс обследования пляжей. Первый этап у нас идет, это промерка глубины. Заходит водолаз в воду, у него есть промерочный лот и он промеряет глубину. Второй этап это идет расчистка дна акватории. Это начинает водолаз идти змейкой. Все предметы, которые он находит, можно изъять. У него есть сетка, он туда слаживает. Все, что он не может поднять своими силами, это вот, мы говорили, третий этап, приходит гидротехническое оборудование. Водолазная группа состоит из трех человек. Уборка на одном пляже длится от двух до четырех часов. На это время и рассчитан акваланг. До конца апреля спасатели планируют очистить все пляжи Одессы. После этого они подготовят всю необходимую документацию и официально откроют купальный сезон. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер. Это было последнее сообщение в выпуске, но не последнее в информационном блоке репортера. Оставайтесь с нами, увидимся в этой студии. Счастливо.